Всем йоу, чуваки, с вами я, PandaFX, и сегодня на моем канале будет вторая рубрика, вторая серия, рубрики состав на удачу. Ставки на спорт! 1XP! Большие выигрыши! 1XP! Быстрые выплаты! 1XP! Надежный букмекер! 1XP! 1XP! Букмекерская компания. Под прошлым роликом вы написали много годных идей, которые можно было реализовать в этой рубрике. И, собственно, некоторые я взял. Теперь я беру не только форварда, а в целом, как бы, любого игрока от 100 тысяч монет. Сегодня давайте узнаем, какая у нас будет национальность. Опять же, пусть это будет что-то из топов, я не смотрю. 1, 2, 3, пусть это будет Англия. Стоп, Англия, ладно, по новой. Так, 1, 2, 3. Так, Германия. Окей, Германия. Вводим 100 тысяч монет и, собственно, нажимаем на кнопочку поиска. Горецка. Угу. Горецка, Горецка, Горецка. Сколько он стоит? Нихуя себе. А какого хуя он столько стоит? 300 тысяч? Он же стоил копейки раньше. Дальше крутим, вертим и выбираем схему. 1, 2, 3. Пусть это будет схема. Ну, 4, 2, 3, 1. Не самая моя любимая. Ну, ладно. Так, Горецку, в принципе, давайте поставим на ЦАМа и начнем поиск игроков. Тут вы тоже мне предложили годную идею, чтобы я ставил только лишь 4 серебряных игрока, а остальные были золотые. Окей, так и сделаем. Ну, я не знаю, какой метод рандома выбрать. Давайте в этой рубрике я сам выберу, где у меня будут бегать серебряные игроки. Давайте начнем с ЦАПника. Именно он будет серебром. Нажимаем поиск и видим Эрдмана. Охуенно, просто шикарно. Давайте второй опорник будет золотым. И это у нас Вейджель. Ну, Вейджель это хотя бы с Пейсом дружит. Давайте, следующий у нас будет ЦАПник золотой. Азил. Угу. Второй ЦАПник у нас будет серебром. Нажимаем поиск и видим... Кто такой Ельдерин? Я хуй знаю. Справа также у нас есть Дикмайер. Может быть, он нам попадется. Давайте посмотрим поиск. Дуджиак. Форвард. Там есть Гнабри. Там есть Верман. В общем, есть пацаны, которые могут затащить и Вернер. Во. Охуенно. У нас есть хороший форвард. Следующая позиция Галкипера. Ульрех. Вот это, конечно, совсем не прикольно. Ибо статы у него пиздец какие отвратительные. Первый ЦАПник. Тах. Тах это хорошо. Левый Защитник. Левый Защитник. Левая. Ну и последняя позиция Центрального Защитника. Это у нас Бенда. Угу. Ладненько. Берем. Ну и, в общем-то, вот такая вот команда у нас получается более-менее играбельная, так скажем. Но все равно свои проблемные позиции есть. Опять же, в комментариях было много идей по поводу правил, которые нужно сделать с матчами. Типа играть 2-3 матча. Там суммировать очки. В общем, какие-то причисления сложные. Ну и я решил сделать так. Играем 2 матча. Если я хотя бы 1 проигрываю, то к Викселю весь состав. Итак, первый соперник. Его можно обыгрывать. Это у нас довольно-таки бюджетная АПЛочка. Так, Вернард. Че, с подкруточкой может? Нет. Галкипер на месте. Блядь, ебаный Мартиаль. Ебаный. Эй, эй, тише! Пиздец. Это было бы очень прикольно. Сейчас бы я себя себе занес. О, блядь. Вот это нахуй прием мяча. Красавец просто. Так, ердман. Ердман, че, по лонгшотам у тебя? Бля, лучше бы не смотрели. Вы че, у тебя по лонгшотам? На самом деле, очень сложно играть. Такая схема. Я вообще не понимаю, как киберспортсмены играют с ней. Серьезно. Крайне сложно. Мне атаки даются. Поэтому, кажется, что нихера у меня не получается. Охуенно. Чуть не залетело. Немножко отскочили. Так, Вернард, давай подкрутим. Давай. Ну, блядь, штанга. Ну, какого хрена? Так, Вернард, давай, давай, давай. Иди, братан. Что там, блядь? Свистит, блядь, нахуй. Пиздец, как он так в подкате выносит мяч? Вот просто фантастика, блядь. Так, Горецко. Ну, блядь, ну, че за пас ты даешь, Горецко? Блядь. Ну, ебаный рот. Такая информ-карточка. И такой отвратительный пас на пустую зону, блядь. У меня побито такого говна. Азил. Тоже кусок говна, пиздец. Сегодня в матче просто все куски говна, блядь. Беги, беги, братан. Просто забей, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Верно. Обожаю тебя. Пиздец. Просто пиздец. Какой же я. Какой же ты охуенный голкипер. Я не знаю, как он это сделал, но спасибо ему огромное за то, что спас мою задницу. И тут спасибо Марсиалю, что не забил. Так, ладненько, пацаны, че-то я немножко расслабился. Нельзя так. Это пенальти. Не надо пиздить Горецку, пожалуйста. Пацаны. На, нахуй. Хорошо. Ох, пиздец. Это было очень близко. Не, ну то, что Салах стелит идеальные подкаты у себя в штрафной, ну это норма. Я тоже так считаю. Так, тут у нас французы и тут, естественно, составчик пожестче. Команд, Гризман, Бенедермат, Уиди. В общем, составчик очень серьезный. Проигрывать мне никак нельзя, парни. Только победа, поэтому надо тащить. Конечно, состав у меня полное днище, но че поделать. Так, так. Ну вот почему ты не попал, Горецка? Ну вот что тебе мешало просто в ближний угол закатить? Стоишь 300 тысяч ебаных монет, блядь, а забить в таком моменте не можешь. Смотрите на Горецку. Он вроде как оттолкнул, но его как щенка просто шпюм и все. Ох, какой пас от Азила. Азил, спасибо за такой охуенный пас. Ну и Вернер, спасибо за охуевую реализацию. Давай, Вернер, пожалуйста, ну запей наконец-то. Такие 26-ая минута, 1-0. Живем. Состав, конечно, очень нищенский. Играть им крайне тяжело, серьезно. Прям вообще потно. Азил, нихуя какой пас. Горецка как дерево просто принимает этот мячик. Гризманчик одержать. Пока что мы справляемся с Гризманом и компанией. Не сказал бы, что прям очень сильно много хлопот доставляет. Так, ответная атака, Азил. Блядь, Азил, конечно, не бегает, но финтит. Это фолк. Так, ну давайте посмотрим на штрафный Азил. О, боже мой. Глаза бы мои не видели. Так, Горецка, чё, по-моему, что там? Вот это хорошо. Вот почаще делать так, Горецка. И все будет заебись. Чё, блядь? Я думал, сейчас залетит такое, блядь. Я ещё не охуел, блядь, серьезно. Гризман, конечно, крутой, но, блядь, посмотрите. Типа, ну это было жёстко слишком. Так, Гризман, хорош. Ульрэйч. Ульрайт. Не знаю, как правильно считается его фамилия, но он сейчас нормально такой сейф сделан. Да пиздец, братан, ты прям меня радуешь? Опять охуенный сейф от моего вратаря. Какой отбор? Какой отбор от Вернер? Вернер. Ну, да. Всё. 3-0, братан. И, судя по всему, я этот составчик оставляю себе. Но, опять же, я играю в Дели Нокауте, поэтому я и сделал два матча, потому что тут не так часто киберспортсмены встречаются, как в первом дивизионе. Поэтому, если вам кажется, что Дели Нокаута послишком просто, я хуй знает, хотя тут я и в первом, и во втором раунде бывало, влетал. Можете предложить ещё какие-то свои идеи по поводу того, как играть матчи. Сыграл я два матча, оба выиграл, значит, составчик я себе оставляю. Опять же, эти правила не окончательные. Возможно, опять же, если у вас какие-то гениальные идеи, пишите об этом в комментариях. Если вам нравится рубрика, поддерживайте её, ставьте лайки, чтобы знать, что вам интересно на это смотреть. Ну, и, собственно, отталкиваясь от этого, я буду продолжать пилить ролики. Так что, пишите возможные правила, опять же, в комментариях. Буду читать, возможно, что-то брать, какие-то мысли, идеи. С вами был я, PandaFX. Спасибо за просмотр и всем хорошего настроения. Покедова! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...